По своему содержанию, на мой взгляд, послание Федеральному собранию текущего года по своему значению сопоставимо, наверное, с Мюнхенской речью 2007 года. Очень важно было услышать, и мы все, и члены Совета Федерации, и граждане Российской Федерации услышали то, что хотели услышать. То Россия, став действительно независимой суверенной стороной, в том числе и в сфере международной политики, выстраивает свое конституционное законодательство, правовое поле уже не в тех реалиях 93-го года, в котором оказалась в новейшей истории Россия постсоветского пространства, а в реалиях сегодняшнего дня и под это формирует свою позицию на мировом уровне, на мировой арене, и под это выстраивает конституционную составляющую, где будет сказано, что действия международных правовых актов на территории страны не будут действовать в случае, если они идут в разрез с правами и свободами граждан России и идут в разрез с политикой страны. Поэтому тот вопрос, который долгие годы являлся грузом на ногах, условно говоря, в взаимоотношениях с нашими, условно говоря, партнерами, которые в свою очередь не соблюдали те международные договора, которые были ими подписаны, Я, например, о договоре о ракетах в средней и меньшей дальности, когда наши американские визави пытались упрекать нас в несоблюдении, при этом более пяти лет ведя разработки своих образцов вооружения и не выполняя обязательств по договору, заставляли нас выполнять те или иные мероприятия, которые подрывали основы и устои безопасности нашей страны. Следующий аспект, конечно же, это новые принципы конституционного строительства парламентского сообщества нашей страны. Впервые это прозвучало, и это было действительно как гром среди ясного неба. Первое это обязательные требования ко всем государственным руководителям органов федеральных структур исполнительной власти, губернаторам, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы о запрете двойного, тройного гражданства. Было прямо сказано, и я думаю, что всем это стало понятно, что если ты связываешь свою судьбу с родиной, у тебя не может их быть две или три, родина может быть только одна. И человек должен служить своей стороне, оставаясь гражданином этой стороны, не выполняя чьи-то приходи из-за рубежа, позволяя себе на словах декларировать одно, а на деле вести себя совершенно по-другому. Новые принципы в подходах к формированию правительства озвучены достаточно четко и понятно, когда парламент страны в структуре Нижней Палаты формирует предложения и согласовывает по персоналям главы правительства, его заместителей, вице-премьеров, ведущих министров, соответственно, оставляя за президентом право в случае неисполнения этими лицами своих обязательств по функциональным обязанностям отстранять их от должностей. Обязательный процесс, или я бы сказал, процедура согласования силовых министров и прокуроров областей с Советом Федерации. Это тоже очень правильный шаг, и это действительно развитие, которое уже назрело, и президент это очень четко увидел, услышал. Конечно же, внутриполитический блок, прежде всего, социальной направленности, который позволяет решать задачу демографической политики по увеличению численности населения нашей страны, начиная от форм господдержки малоимущих многодетных семей и до вопросов медицинского сопровождения в интересах повышения качества жизни и продолжительности жизни. Были озвучены формы развития материнского капитала, его увеличение до 616 тысяч 617 рублей. Был озвучен совершенно новый подход по выплатам на детей от 3 до 7 лет, что впервые в нашей стране. И мне пока неизвестны статистические данные по каким-либо другим странам Европы или Соединенных Штатов Америки, где есть такие формы поддержки. У нас на территории страны эта норма раньше была до 3 лет, теперь с 3 до 7. И это, на мой взгляд, прорывные сложные задачи, которые являются заботой всех руководителей страны. И особую роль в этом процессе президент отвел именно главам регионов. Это тоже очень важный аспект, потому что вопрос согласования усилий федерального уровня, регионального уровня и местного уровня властей на сегодняшний день был одним из таких проблемных зон взаимодействия, который, в общем-то, не решался. Президент поставил прямую задачу отрегулировать этот вопрос. И я думаю, что в самые коротчайшие сроки пойдут соответствующие законодательные инициативы. В общем-то, по своему значению, на мой взгляд, сегодняшние послания носят не просто декларативно-информационный характер, а именно несет печать стратегического документа программного действия на очень глубокий период. Не только на период до 2026 или по некоторым параметрам 2030 года, как это было в послании, но и в гораздо более длительном отрезке времени, который должен повлиять на развитие страны, прежде всего человеческого капитала, на многие-многие десятилетия вперед. Продолжение следует...